Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Оксана и я парфюмерный любитель. Тема сегодняшнего короткого обзора будет посвящена ароматам-дипломатам. Ароматам, которые представляют нас миру и выставляют нас в выгодном свете, если хотите. Эту тему я подсмотрела у замечательного блогера Юлии. Я очень люблю всегда смотреть ее обзоры. Помимо того, что Юлия действительно очень очаровательная женщина, она еще и очень креативная. Помимо всего прочего, Юлю я рисую еще невероятно какой-то загадочной. Так что с огромным удовольствием всегда смотрю ее обзоры, чего желаю от всей души и вам. Итак, продолжим наш обзор ароматов. Юлечка, еще раз огромное тебе спасибо. Ароматы, которые представляют меня, мои грани. А грани, как известно, у нас, у женщин, большого количества. Ну, я выбрала только три. И, как мне кажется, ими должна обладать современная женщина. Первый аромат моей подборки, на мой взгляд, подчеркивает женственность. И вот именно с ним мне хочется быть какой-то такой мягкой, обаятельной. Вот именно это чувство вызывает у меня этот парфюм. И я вместе с ним становлюсь, как мне кажется, именно такой. Это листант «Можек от Герлен». Это ирисово-фиалковое, облако пудровое, нежное, с тонкой анисовой нотой. И, конечно, с герленовской ДНК, куда без нее, герленат здесь ощутим. И я этому очень рада, потому что, как вы видите, в руках у меня новодел. И маленькая предыстория. Я влюбилась в дом Герлен именно с этого аромата. Любовь моя началась. Это было уже давно, больше 10 лет назад. Я провалилась в эту красоту, в эту пудровую вуаль, густую, плотную, насыщенную. И в этой неге провела просто несколько лет. Потом как-то начала увлекаться другими ароматами. Но никогда не забывала о листант «Можек». И знала, что так или иначе я к нему вернусь рано или поздно. Очнулась я тогда, когда полетели вот эти самые пчелы. То есть, когда аромат переформулировали и вышел уже новодел. И уже старую версию было достать не так просто. Я очень долго боялась покупать этот аромат, чтобы не разочароваться. Действительно, новый переформулированный аромат, он как разбавленная версия. Концептуальный аромат остался тот же, но все как будто бы уменьшено в два раза, это точно. Но при этом все равно аромат остается очень стойким, очень шлейфовым, летящим и очень-очень женственным. Так вот, возвращаясь к новоделу. На каком-то этапе раскрытия появляется легкая мелковатость, напоминающая мыло Камей. И я вначале, конечно, ну просто не принимала эту ноту. Разнашивала этот аромат я летом. И что вы думаете, я влюбилась? Я влюбилась в этот аромат второй раз. И вот эта мелковатость, она придаёт этому аромату молодость, она делает его моложе. И он сейчас абсолютно универсальный, его можно носить летом, он прекрасно звучит. На него прекрасно реагируют окружающие, всегда отмечают мой муж, ему нравится этот парфюм. И он говорит, что он какой-то такой женственный, действительно, неоднократно он говорил и делал мне на него комплименты. Поэтому листант-можик – это моя женственность, которую я несу в этот мир. Следующий аромат о другой черте женщины, о другой её грани – это женская сила. И знаете, в современном мире выражение «сильная женщина» является комплиментом. Хорошо или это плохо – не знаю. Но сила женщины – это всё равно же в слабости. Вот поэтому аромат, который сейчас у меня в руках – это «Дворцовая путана» от этап «Любре д'оранж». И для меня это невероятно красивый кожаный амбровый аромат с лёгкой помадностью. Я понимаю, что сейчас многие могут мне согласиться и сказать, что этот аромат пудровый. Его действительно считают многие пудровым. Но для меня здесь пудры нет. Вот практически с самого начала, когда я слышу такую некую одеколонистость, даже в начале её дают имбирь и мандарин, для меня этот аромат раскрывается невероятно красивой амброй. Вот амбра зачастую некоторыми воспринимается как пудра. Ну, я слышу амбру очень-очень отчётливо вообще. Амбра – одна из любимых моих нот. И я её очень-очень как-то так тонко слышу. Всегда-всегда я её отмечаю для себя и выделяю в ароматах. Так вот, этот аромат амбровый. И далее он усаживается невероятно красивой, мягкой, какой-то такой светлой кожей и лёгкой помадностью. Вот знаете, по названию «Дворцовая путана» этот аромат, по идее, должен звучать как-то сексуально, даже немного развратно. Этого ничего на мне нет, вот только прекрасная кожа и чувственность. И точно так же этот аромат слышит мой муж. Вот помадность и красивая кожа. Я так чувствую этот аромат. И я бы назвала, честно говоря, его «чувственная амазонка». Вот именно чувственность в этом аромате в то же время сильная женщина. Вот так для меня этот аромат звучит. Чему я безумно рада, потому что пудровых, каких-то бадуарных ароматов достаточно. А вот кожаных не так много. И я постоянно ищу свой идеальный кожаный аромат. Поэтому рада, что путаночка вот села на меня именно так. И следующая черта или грань, которая, мне кажется, должна быть присуща современной женщине, это элегантность. И элегантным быть у меня не всегда получается. Говорю вот правду, говорю про себя, потому что жизнь диктует какие-то свои условия, вносит свои коррективы. Но элегантных ароматов у меня много. Я их люблю. И с помощью их я как-то, ну, стараюсь все-таки быть почаще элегантной. Выбрала я один парфюм, чтобы не затягивать этот обзор. И это, конечно, гортензия от Рансен. Моя любимая гортензия. Этот аромат для меня воплощение элегантности. Это мягкие специи. Здесь, по-моему, из цветов заявлена только роза, которую я не слышу в этом аромате. А в остальном это мягкие-мягкие специи. Трудно что-то выделить. Ну, разве что кардамон я слышу. И то он какой-то такой округлый. В общем, аромат, знаете, несмотря на то, что это аромат 2015 года, он сделан в духе старой французской школы. И мне это очень нравится. И одевая этот аромат, я чувствую себя элегантной. Правда, я выравниваю спину. Мне хочется таковой себя считать. Сейчас этот аромат я очень активно ношу, люблю. Это видно, да, по флакону, по содержимому флакона. Я вот думала, что этот аромат делает таким элегантным. Какая нота. И, наверное, может быть, даже не одна нота. Ну, полагаю, что вот красивая древесность, на которую усаживается этот аромат. Мне нравится, что он и не сладкий, и не свежий, и не сильно перченый. Какой-то такой, знаете, можно сказать, даже нейтральный. Этот аромат не кричит. И, оставляя за собой шлейф, никто не будет проветривать помещение. А за таким ароматом, как правило, люди тянутся, чтобы уловить этот шлейф и подольше подышать им. Вот такая вот гортензия, ну, по крайней мере, для меня. Вот такая замечательная дипломатическая триада получилась. Я благодарю Юлечку за замечательную тему. Благодарю всех зрителей за внимание, моему каналу, за то, что заходите в гости и смотрите мои обзоры. Желаю всем огромного счастья, любви и гармонии. До новых встреч на моем канале. Пока. Субтитры подогнал «Симон»